Что ж, ребят, всем привет! С вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем пройти Assassin's Creed Brotherhood. И у нас, в общем-то, дополнительные миссии тем временем идут в ход. У нас, в общем-то, именно конкретно вот эта часть у нас будет посвящена культу Ромула. Это, в общем-то, эти наши волки, скажем так, в Риме, которые, в общем-то, храняют броню, которую нам, в общем-то, было бы неплохо взять. На самом деле, она мне не так нравится сильно, как вы знаете, уже я вам об этом, в принципе, говорил, как броня Альтаира. Но, тем не менее, в общем-то, эта броня, да, она как бы типа аналог брони Альтаира, если что, из второго Assassin's Creed. То есть она, по сути, также никогда не ломается, ей также не нужна вообще починка. Выглядит она типа как бы лучше, но я бы, если честно, не сказал. И, в общем, мы будем, естественно, проходить все это дело на 100% синхронизацию. Естественно, я вам тут показывать буду все флаги. Здесь, да, здесь в каждом из подземелий у нас по три флага. Соответственно, подземелий их, как бы их всего в игре шесть. Но одно подземелье мы с вами уже смотрели в, в общем-то, именно в частях, скажем так, сюжетных. Поэтому, в общем, соответственно, там же мы, по сути, все вот эти три флаги взяли, в общем-то, тут в этом, скажем так, в первом подземелии. Поэтому нам остается здесь только взять 15 флагов. Так что, в общем, такие дела. Естественно, я вам все это дело покажу, где здесь что-то находится. И, естественно, я не буду брать никакие сокровища, потому что как-то не вижу особо в этом смысла. Потому что то, сколько мы получаем уже с Рима, этого нам, в принципе, вполне себе хватает. То есть мы там, по-моему, там 17 где-то тысяч получаем, да, с каждой 20 минут там внутриигровых. То есть это, так должен я вам сказать, довольно много. Да и, по сути, нам уже нечего так покупать, если честно. Так, здесь вот у нас находится первый флаг, кстати. Сейчас я уже скоро буду рядом с ним. Я, естественно, вам буду показывать потом, после того, когда мы будем, соответственно, да, это пробегать, собственно говоря, на синхронизацию. Вот каждое из этих подземелья. Я вам, естественно, буду потом показывать местоположение всех вот именно флагов в каждой подземелье. Так что, в общем-то, не заблудитесь. Вот на вот этой вот балке он находится, если чё, первый флаг в этом подземелье. Так что, в общем-то, такие вот дела. Так, тут мы сейчас паркурим. Тут мы сейчас вниз падаем. Здесь, в общем-то, да, нужно вот именно конкретно вот это вот подземелье. Его для 100% нужно за 8 минут пройти. Поэтому здесь вообще всего два подземелья, таких вот именно на время. И как-то я, если честно, не вижу смысла как бы иначе делать, то есть вот именно с флагами. Потому что как-то у нас, смотри, у нас получается, что 6 подземелий мы собираем флаги, по сути, во время прохождения. А два у нас как бы остаются те, у которых флаги мы как бы собираем отдельно. То есть это, как мне кажется, довольно неприкольно. Лучше уж тогда, я думаю, во всех сделать так, чтобы как бы у нас были флаги отдельно. И, соответственно, на 100% синхронизацию тоже отдельно мы проходили. Мне так лично кажется более логичным, что ли. Вот тут у нас сейчас будет спуск вниз. Сейчас у нас Тецу кинет туда факел. Да, у меня здесь пока что, естественно, нету плаща Борджа, как вы понимаете. В общем-то, да, плащ Борджа, он дается за все 100 флагов. Ну, в смысле, там 101 на самом деле флаг. Но, как бы, один флаг вы его по-любому возьмете во время прохождения. Поэтому, по сути, можно сказать, что здесь 100 флагов все-таки в игре. Потому что один он как бы так и так забирается. В этом даже, по сути, нигде искать не надо. Вот, и здесь у нас как раз-таки место этого самого второго флага в этом подземелье. И вот оно у нас вот здесь. Вот, если что, я бежал именно отсюда, по-моему, насколько я помню. До второго флага. В общем-то, да, получим мы за этот квест, вообще за весь этот квест, этот самый доспех Брута, по-моему. Я бы не сказал, что он прям такой красивый. Если честно, мне, как я уже говорил, туда броня Альтаира, она больше нравилась во второй части. Ну и здесь, зато, мы дать себе такой вот неплохой аналог ее скрафтили сами. Я ищу тех, кто ведет последователей Ромула. И здесь вот у нас как раз находится еще один флаг, то есть, соответственно, уже третий. И, соответственно, он же у нас завершающий в этом подземелье. Вот, опять же, в общем-то, там в видео вы, в общем-то, все увидите, где он здесь находится. Я вам это, опять же, повторюсь, только, как бы, звуком, ну, озвучиваю, естественно. Вот тут... Так, нет, тут, конечно, камера. Неудобно очень... Встает для нас. Здесь, кстати, вот, вообще не рекомендую, потому что это на синхронизации может аукнуться. Отлично. Тут можно забраться наверх. В этом конкретном подземелье это уж точно. Поэтому все советую довольно аккуратненько делать, но при этом довольно быстро делать. Вот эти вот вообще, в принципе, подземелья на время, которое надо проходить, да, для синхронизации, они, как мне кажется, самые сложные, если так честно. Их, конечно, тут всего-то два, но они... Они тут, правда, самые сложные, особенно вот это вот, если его вот именно конкретно брать. Но, как мне кажется, самое такое хардовое на 100%, если проходить. Потому что есть тут, правда, да, еще одно подземелье, но... Ну, как бы именно на время, имею в виду. Но оно мне кажется как-то, не знаю, попроще, чем вот это вот. Потому что здесь, правда, здесь туннели, здесь нельзя особо сильно тупить. В плане того, что куда вам бежать, потому что, естественно, как бы это минус время. В общем, сложен тут. Сложен довольно, да. Всех тут переходов и просто уйма, естественно. Выслушай нас, О Ромул! Что нам делать с этим чужаком? Не слушай его! Его усами с тобой говорит не твой бог, а Борджа! Вот, ну, мы просто мимо них всех убегаем, естественно. Потому что, опять же, у нас время. Так, упоминайте, я тут, опять же, да, никого не убивал особо. Просто мимо них всех пробегал. Так, наверх. Давай, так, да не падай ты, господи. Это сон. Что ты творишь вообще? Сюда. Вот сюда. И, собственно говоря, может быть, иди тут. Сейчас уже и закончим. Так, нет, опять. Опять! Опять меня задерживают. Ты глянь только. Знаете, не могли бы тут, не знаю, тут 10 минут вот так. Если бы они реально дали бы здесь где-то 10 минут, тогда бы это, правда, было бы очень просто. Как мне кажется. Вот именно вот это подземелье пройти. А так за 8, это как, ну... Даже, даже если 9, окей. Отели стоннели приведет нас к нему. Во, и здесь вот у нас уже сокровищница Ромула. Естественно, тут у нас этот вот их свиток с ключом. И, в общем, сейчас я вам буду показывать... ...местоположение всех флагов здесь. В общем, да, здесь вот я вам сейчас показываю как бы то, что в этих свитках написано. Но когда я возьму эту броню Брута, я вам, естественно, там еще раз пробегусь, еще раз вам все покажу. То есть все вот эти вот свитки. Вот, ну и, собственно говоря, по-моему, я вам сейчас даже время покажу. То есть то, насколько у меня получилось пройти в этот раз. И да, кстати, это самое время у вас тикает до того момента, пока вы не возьмете этот свиток. Сам по себе, естественно. А, нет, не покажу. Ладно, все равно сейчас будет на 100% то, что... Вот, да, 100% синхронизации. Хотя, на самом деле, было бы это прикольно, если бы я так это не забыл здесь показать. Сейчас вылезаем. И, естественно, сейчас я вам покажу все три свитка вот в этом подземелье у нас были, которые... И так мы, соответственно, будем вот после каждого подземелья. То есть, соответственно, все свитки у нас будут уже потом. Вот, первый свиток, как я уже сказал, здесь вот у нас находится на вот этих вот балках. То есть, он у нас вот здесь вот. То есть, вот видите, тут флаг у нас. Ну, в смысле, этот не свиток, а эти флаги, да, как раз боржа. Вот, второй свиток, как я сказал, где вот мы вниз падаем. Здесь вот очень... Да, нам тоже нужно будет пробежаться по тоннелям. И вот здесь вот он у нас, по-моему, в самом конце. Вот туда вот он лежит. Флаг, еще один. И, соответственно, третий флаг у нас находится вот в этой вот циркушке, скажем так. Как я его назвал. Тут мы запрыгиваем наверх. Сейчас мы сверху будем... Перепрыгивать. Вот тут вот у нас шеста. Тут еще выше. И вот там вот, тут на этих вот дощечках он у нас находится. И вот. И вторая, соответственно, у нас... Второе у нас, соответственно, подземелье. Это, да, это у нас в Колизее. Оно находится... Это у нас называется брошенный к волкам. Еще, да, по поводу вообще вот этих вот всех дополнительных миссий, что хочу сказать, я, наверное, буду их все комбинировать. Потому что если их отдельно записывать, тогда это будет довольно короткие видео. А я так не хочу сделать. Я хочу сделать, чтобы, ну, хотя бы, там, я знаю, там, видео там 20 минут было. Вот, а так, некоторые здесь, правда, дополнительные миссии, они проходят где-то, не знаю, за минут 10, я так. Это, конечно, не очень так прикольно. Ну, мы, в общем, с вами, да, в Колизее. Здесь у нас, в общем-то, сразу, да, находится первый флаг. В общем-то, здесь, в общем-то, да, недалеко от начала. Совсем недалеко от начала. Вот, находится он у нас вот там вот. То есть, тут место, вот куда вот я сейчас смотрел этой камерой. Здесь, кстати, по-моему, этот, на без урона, да, синхронизация. Так, варьирование. Пошла цепочка у нас. Вот, собственно говоря, и все. Твой смертный приговор уже подвесили. Твоими господами, Борджа? Что ты знаешь об этом? Ты получаешь от них шифрованные письма. Докажи свою невиновность. Скажи, где спрятан шифр. Никогда! Как же мне вот эта вот раскраска, а? Мне нравится костюм его. Прямо очень круто выглядит. Это да, если что, в этом, в районе Антика я ее купил. Я уже не помню, правда, как она там называется, если честно. Но она довольно крутая. Это, конечно, знаете, ассасинская, я бы даже так сказал. Учитывая то, что ассасин скрит, оно все написано этим черным шрифтом. Образор хут красным. Так стильно. Так, и здесь у нас находится второй флаг. Да. Вот здесь, в этой комнатке. А третий флаг у нас находится, когда мы будем за вот этим вот нашим доктором, скажем так, чумным. Я сейчас по-моему, он все-таки не чумной доктором, просто так это, не знаю, одет там в такую маску, которая мне лично очень сильно чумных докторов напоминает. Вот, третий у нас будет находиться в той части, где мы будем за ним на лошади ехать. Вот именно вот в этой вот. Так, вторая лошадка. И вот здесь вот, вот тут вот он находится, этот вот флаг последний в этом подземелье. Так что, в общем, такие вот дела. Ну, и сейчас нам нужно будет его только догнать. И, в принципе, на этом у нас уже все. Следовательность у нас уже завершится. Сейчас мы тут еще волков всех перевалим. Пошла цепочка. Правда, очень нравится мне Ассасинсклид Брозархуд за вот эту цепочку все убийств. В общем, всех просто позволяет выкашивать. Так, тут наверх. И тут... Сейчас мы по палочкам. Сюда вот. И тут вниз. Сейчас мы тут... Думаю тут что-то открыть. А нет, тут уже все открыто за нас. Считай. Так, сундучок есть, но я думаю, открывать не будем. Потому что, по сути, а зачем нам? Правда. Тут сейчас нужно мега пафосно войти в эту сокровищницу, да? Конечно же. Вообще, если честно, мне вот эта игра, она очень нравится. То есть даже, по-моему, больше, чем эта, чем второй Ассасин. Она, конечно, довольно короткая. То есть в плане... В плане продолжительности. Но она такая насыщенная, конечно, на события. Это прям просто что-то с чем-то. Я даже, если честно, вот не так хорошо помню это самое второе совсем. Ну, что там именно как бы по событиям, скажем так, таким вот именно происходило. Ну, как бы, естественно, да, я помню, что мы там на этом... На этом самом, на летающей машине Леонардо летали, все такое, да? Но еще там это там, да, вот Венеция была. Но как-то вот именно таких-то на ярких их очень мало там было во второй части. А здесь в ней прямо их просто... Их просто вагон, считай. Таких событий всех. В Бразро Худе. Это, конечно, удивительно, да? Учитывая то, что эту вот игру они сделали за год после второй части. Это прям настолько удивительно, какое оно получилось крутой. Относительно, собственно говоря, до второй части. Вот. Ну и у нас, собственно говоря, флаги сейчас в этом подземелье. Вот. Первый у нас находится... Как я уже сказал, да, он здесь у нас на входе, по сути, считайте. Находится он у нас вот здесь, вот в этой вот... Не знаю, тут в этой камере, скорее всего, да? Тут вот. Второй у нас... Находится вот здесь вот. Собственно говоря, вот на вот этом карнавале на всем. И третий флаг я, как бы, уже, по сути, считайте, провалил миссию, когда ее взял. Когда... В смысле, не ее взял, а когда его взял, да. Вот. Второй флаг у нас находится вот здесь вот. Тут он лежит. И, соответственно, третий... Он у нас, как я уже сказал, вот в этой вот погоне. То есть, он нужно уже брать. Сейчас мы добежим до лошади. И вот здесь вот он у нас наверху. То есть, вот видите, да, он тут у нас находится. И здесь, как я уже сказал, я уже, по сути, проигрывал, считайте, этот... Эту миссию. Но вот, в общем-то, его взял все-таки, да, и... Играет, естественно, все засчитало. Ну и у нас третье логово на эту часть. Логово Ромала. У нас она у нас в этих окраинах. То есть там где-то, где зона наемников. Сейчас мы тут спрыгаем вниз. И вот здесь я, если честно, уже плохо довольно помню, где тут флаги лежат. Вот именно вот в этом вот... В этом самом... В логове. Но... Но помню, 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 что-то... Такое вот где-то... Что тут, как тут? Потому что это правда, это был довольно давно. То есть я вот эти вот все вот... Ромала я уже довольно давно снимал. Поэтому как бы не особо сильно обижайтесь. Если что-то где-то буду не так говорить. Мы набрали слишком много добровольцев. Мне нужно лишь сказать Ромал, и они готовы на все. Бене, значит, наше пророчество убеждает их. Вместе мы создадим новое религиозное общество. Ассасин! К оружию тревога! Так, тут нам нужно будет сейчас... За убегающим последователем будем следовать. Здесь нас дал тоже прикольно. Это условие на 100%. Это, по-моему, нужно не... Не больше 10% здоровья. Это чтобы нам сбавили. За всю вот эту последовательность. Убейте, ассасина! Такова воля Ромула! Вот первый флаг, насколько я помню, у нас вот в этой вот комнате находится. В этом подземелье. Но я, конечно, опять же могу ошибаться. Честно, не помню. Но, по-моему, здесь. У нас лежит. Отпустите ему кровь! Какие вы крутые, а? Позы, прям-таки, встаете. Так, варьирование. О, ка-ка, все. Так, тихо. Мне тут это... Не поцарапайте, ребят, а то мне это... Синхронизацию хорошо было получить. Конечно, да, опять же говорю, вот эта синхронизация, она как-то... Не знаю, здесь очень мало таких именно интересных условий, скажем так, для нее. То есть, ну, в основном это что? Это не дайте себя обнаружить, из-за этого не получите урона. Вот как бы и все. Считайте. Но сама вот эта вот фишка, да, синхронизация, она, конечно, крутая. Она, конечно, мне лично очень понравилась. Кстати, да, здесь у нас вот находится второй флаг, вот в этой комнате. В этом подземелье. И, соответственно, третий у нас находится, по-моему, уже в этом финальной... Как бы где у нас тут эта финальная битва будет. С этим... С главарем Ромула, скажем так, местным. Вот здесь, да, вот в этом как раз-таки туннеле. Вот сейчас я, который проползаю, как бы... Вот там он, как бы внутри него находится этот флаг. И, соответственно, третий у нас находится там, где у нас будет уже финальный босс, да, как я сказал. Этого подземелья. Я, если честно, опять же говорю, не знаю, как в этом, в Revelations все это реализовано. Потому что, в общем-то, да, я его не проходил. Я там, по-моему, проходил только, по сути, первой последовательности и все. То есть, поэтому, можно сказать, что я в него даже вообще не играл. Я не прорывал еще раз. Но, надеюсь, там... Конечно, эту идею синхронизации ее получше развили. Так, идти парирование. И вот там вот у нас находится этот... Еще один флаг. Там, где вот у нас Ромула стоят. Так что, в общем-то, такие вот дела. Так. Тут вот вниз надо спрыгивать. Спрыгивать. Долезать надо. Они еще, везде, ножичками всякими кидаются. Но здесь хорошо. Здесь, конечно, много позволяют это урона получить для 100% синхронизации. Это, конечно, вот хорошо. Вот, а здесь у нас уже последняя... Последняя... Это самая комната. Соответственно, там, в данном подземелье... Здесь у нас как раз-таки и лежит... Последний флаг, который мы, соответственно, здесь нас с вами соберем. В скором будущем... Ой, у вас, правда, очень много, ребят. Мне бы тут, если честно, эта... Шашка дымовая пригодилась бы. Очень сильно пригодилась бы, реально. Заставьте тебя, наверное, третий истину! Да все. Все это ложь тебе поведали твои господа, Борджа. Я говорю только правду. Это ты обманываешь людей. Отдай мне шифр. Вместо шифра я подарю тебе смерть. Сдохрень не уйдет! Что вы говорите? Все-таки прямо на пафосе. И ничего, по сути, считай, не можем, да? Ну и да, здесь вот у нас как раз-таки и находится этот самый последний... Этот флаг Борджа. Находится он, если что, в воде. То есть тут чуть-чуть поплавать надо будет. Во, и, кстати, следующее подземелье, оно, наверное, мое самое любимое. В том смысле, что там довольно красивая карта. И само это самое задание на 100% синхронизация довольно там прикольное, интересное. То есть там оно... В общем-то там, да, для 100% не нужно получать урона вообще, в принципе. Это этот шестой день. Там, помню, там в церковке в какой-то... Там прикольная карта сама по себе. И задание там тоже такое интересное. Там тоже, да, естественно, у нас три флага. Мы их тоже, естественно, соберем с вами под конец. Ну, собственно говоря, да, когда пройдем уже этот самый... Это подземелье. Ну, да, 100% синхронизация вам показывает, что у меня она есть. И, собственно говоря, теперь флаги. У нас в этом все подземелья. Сейчас еще из него вылезем, естественно. И, собственно говоря, флаги. Да, вот как раз-таки, да, здесь, как я вам уже сказал, первые находятся. Правильно меня память моя не подвела. Все-таки он у нас на уступе, как видите. 73-й. Соответственно, здесь вот у нас, да, вот в туннеле, как я сказал, находится еще один флаг. Уже, соответственно, второй. И третий у нас в том месте, где мы бились с этим... С боссом местным типа... Типа того. Сейчас психромов перережем. Борьирование. Хорошо. Минус два. Третий. Четвертый. Соответственно, второй флаг. Тут вот. И последний. Тут, как я сказал, уже нужно будет поплавать. Проплыть внизу. И вот он у нас уже третий. В этом. На этой карте. И, собственно говоря, моя любимая карта. Этой самой. Эскульптор Омола. Это шестой день. Миссия сама по себе называется. Угments пятна. Угuais. Он слышит. и получить не более одной единицы урона то есть вот как раз таки до достижение краски для меня считаете для меня репертуарчик да и плюс сюда учитывая то что на этой карте на ней вообще у нас врагов нет то есть здесь по сути мой урон будем только от падений получать понимаете еще интереснее становится здесь вот нас до находится третий флаг недалеко где-то как вот стоит в котором пробегали распадает картина я смогу снова забраться сюда господи чушь так шатаешься люстру если я упаду это мне поможет каким образом честно этого не особо понял вот в этой комнате у нас находится второй флаг запрыгиваем тут наверх тут по вот этим вот горшкам перепрыгиваем дальше я сюда собственно говоря у нас еще до одно только подземелья ромова осталось вы понимаете так вот они у нас довольно быстренько проходятся ну и на самом деле естественно я вам не советую собирать флаги во время прохождения на синхронизацию если вы соответственно да проходите на синхронизацию я вам этого дела этого делать не советую потому что все таки лучше их отдельно собирать от синхронизации потому что как я уже сказал опять же здесь есть на на время порой задания как вот да вот тут два этих логова на время нужно пройти для синхронизации и вот там конечно должен сказать довольно тяжело будет думаю все флаги взять и именно при этом еще синхронизацию все успеть и здесь у нас вот да вот в этой комнате у нас находится если чё третий флаг боржа ну мы естественно все с вами соберем еще я вам если я упаду тебе пригодишь но мы тем временем идем в последнюю комнату сие логово нам нужен будет пистолет манифига тут мы в общем-то должны выстрелить вот этому мешку который там и на этом с чем-то с песком он чем-то таким короче с грузом в себе открывается дверка и сейчас нам нужно будет протаранить вот этой люстрой нам проход к этому свитку для этого нам опять же тоже то нужно быть пистолет так залезай шатнулась и второе у нас соответственно на другой стороне сейчас мы до нее тоже дойдем а Девушки отдыхают. 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 правда цветок ромала 5 и соответственно в следующий у нас по идее должен быть уже 6 свиток этот стучу изображение есть тут два нет смысле этот клинок не не два клинка как я хотел сказать кинжала это там этот как это называется то можно можно до кинжала красная яшма и собственно говоря теперь уже сундучки у нас сейчас пойдут сейчас тут тоже все полутаем и потом соответственно покажу все три флага ликвидатор получаем достижение и собственно говоря по по этим по по флагам в общем да у нас 1 находится вот тут как я уже сказал второй у нас находится в этой вот в в комнате со статуей здесь вот нужно направо перепрыгнуть а тут он нас лежит и 3 у нас как я уже сказал находится вот здесь вот то есть это вот то место где мы собирались там помните здесь нас вот 72 флаг и соответственно последнее последнее у нас логово ромула вот для этого нам нужно почти что помню там всю игру над пройти чтобы вот его открыть именно непосредственно это восьмая последнее да видел того рыцарь в белом да это у нас в общем то задание еще раз да на 8 минут то есть она у нас также опять же дано время на такое же абсолютно время Но здесь этого времени вполне себе хватает В отличие от этого коста с подземельем Потому что здесь в принципе более-менее все линейно Мы опять же попадаем с вами в церковь такую некую Сейчас нам нужно будет нашу цель выследить В общем-то да, что вот я уже сделал Сейчас тут под массовкой нужно просто будет за ним проследить Слышали? Барон Валуа умер? Нет Теперь Бартоломео Дальвиано непременно выступит против папы Компания Чезары будет под угрозой Это настолько плохо? Быть может и нет Про нас в общем-то некоторые будут говорить Что довольно интересно, должны вам сказать, послушать Субтитры делал DimaTorzok Кого? Ассасина, который убил банкира Говорят, что он может понавраться даже в Ватикан, если захочет Все же есть надежда Быть может правление Чезари наконец закончится И церковь вернет былую славу Я напишу новые проповеди и оставлю их в храме Постарайся прочитать их убедительно С чувством Господин, последователи готовы исполнить любой наш приказ Они считают, что ими повелевает Бог Ха-ха-ха-ха-ха Бен Ключ у тебя? Да, патроны Да не оставит тебя Господь Ха-ха-ха-ха И тебя, патроны Ну, в общем, такие вот у нас тут пироги Оказывается Ватиканец Ассасина Ты не убьешь меня Это тебе кто сказал? Это сейчас Подожди, подожди, подожди Кто-нибудь тебе сказал? Я возвращусь Ближе к Богу И дальше от тебя, ассасинь! Вот это вот место довольно дурацкое Мне лично показалось Здесь оно на самом деле Оно тут такое неудобное Это, правда, словами довольно сложно описать Насколько оно тут неудобное Вот здесь у нас, да Находится, кстати, первый флаг В этой В этом, скажем так, подземелье Если его так можно назвать, конечно Находится у нас вот здесь На вот этой вот пирамиде Вот я вам, естественно, да Я его покажу Ну, потом Так, господи Этсо Что ты делаешь? А тут хорошо Здесь, по-моему, это была контрольная точка Так что Не страшно В принципе, недалеко Здесь на это вот именно Конкретно логово Его вполне себе хватает Этого времени То есть вот здесь вот 8 минут Так что здесь можно сказать, что Эта синхронизация, она По сути своей сюжетная Вот эта 100% Которая Особо нет Ничего сложного нет В отличие от того Этого хвоста В подземелье В этом лабиринте, да В котором мы первые проходили Там, конечно, трэш Тот еще Там вот если Если как бы Проходить, опять же Договорю на 100% То Вот эта вот Она, конечно, попроще Тот Будет Как мне кажется Во-первых Вот туда Естественно Естественно Этого догоняете То есть тут как бы Нет прям такой Умиротворенной Скажем так Атмосферы Ну, как сказать Я в том смысле То, что здесь Вахте Хоть как-то Спешите проходить Ну и во-вторых Здесь, естественно Нету Этих самых Всяких Этих самых Ответвлений Всяких разных Да До До цели Финальной Вот туда У нас опять Синхронизация Ну, в смысле Это десинхронизация Но, опять же Говорю, это Ничего страшного Тут времени Вполне себе Хватит Похоже, что Бог На моей стороне Ассасин Я вам даже Здесь, по-моему В конце Это время Покажу То есть То, за которое У меня получилось Пройти Так что Тут, в принципе Все Все по-честному Скажем так Будет Так, и вот здесь По-моему Вот наверху На лесах У нас здесь Находится Второй флаг Кстати Борже Действиями Последователи Ромула Помогают Папе Вот именно Если быть точнее То вот здесь Вот он А мы просвещаны Их ярость Вернет народ К плоду Церкви Удачи Так Аккуратно Не упасть Так Прыгнем Я остался Бежать Некуда Глупец Ты Сражаешься С теми Кто мешает Черне Уничтожить Установленный Порядок Твой Порядок Это Хаос Банда Бей его Бей его Ну вот, собственно говоря, и все И третий флаг у нас здесь находится Вот именно конкретно вот здесь То есть тут нужно просто аккуратненько довольно спрыгнуть вниз И все, на этом мы его там уже получим Вот, да, у меня 2.14 осталось, как видите, по времени Соответственно, в интервал 8 минут я уложился Полно себе Даже довольно много времени осталось Еще с запасом Сейчас мы очень, да, естественно, забираем последний свиток И там я уже вам покажу Все три флага здесь Остается нам, да, еще только 82 флага в Риме собрать Ну, это видео, как я уже сказал, я буду делать без комментариев Надеюсь, уж вы поймете, потому что там На самом деле мало что надо комментировать Как мне кажется Вот, ну и, собственно говоря, флаги Флаги у нас остались, только флаги Опять же, да, естественно, все у нас пройдено на 100% здесь Так что, ребята, такие вот дела Такие вот мы, в общем, с вами, ребят, крутые А, это опять он И, соответственно, флаги Первый, как я уже сказал Находится вот здесь, вот на вот этой вот, скажем так Апостаменте Вот этом вот Так, вот мы сейчас так аккуратненько прыгаем Здесь вот забираем Второй у нас находится Собственно говоря, вот тут нужно полисам Попаркурить И третий у нас, как я уже сказал В самом конце Нужен тут аккуратненько прыгнуть вот вниз Тоже чуть-чуть пропаркурим Сюда вот И, соответственно, вот Последний флаг И сейчас я уже пойду забирать броню Ромова Так что, ребята, такие дела Я думаю, я на этом буду с вами прощаться С вами был я, Артем Спасибо, что смотрели Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх Вступайте в группу ВКонтакте Комментируйте Рассказывайте о канале друзьям Добавляйте видео избранное Все это очень сильно помогает каналу развиваться А также вступайте в наш Дискорд сервер Если что, ссылка на группу ВК и на Дискорд сервере есть в описании к этому видео Всем за все это, как всегда, большое-большое-большое спасибо Смотрите нашу заставку по получению брони Ромова А я, в общем, на этом с вами прощаюсь Всем на этом до скорых встреч Всем ремет на этом пока Субтитры сделал DimaTorzok Дискорд сервер Дискорд сервер Дискорд сервер Дискорд сервер Дискорд сервер Дискорд сервер